Ребята, всем привет! Снова мы в Роттердаме. Смотрите, нашел я здание этой ратуши. Секундочку, сейчас я прогуляюсь, сейчас я вам покажу. Посмотрите, как мы здесь гуляем. Видно меня на камере? Я думаю, видно в зеркале. Вот, смотрите, здание этой ратуши. Старый, древний такой тоже. Голландский флаг на самом верху изображен. Историческое место. Сейчас я сам себя поснимаю, сейчас я вам о ней зачитаю, что это за ратуши. Так, вот он я сам. Нужно куда-нибудь отойти, подальше, наверное. Во! Вот такую фоточку можешь сделать, да? Я тут рубашечку застегнул вот так вот, для красоты. Нормально, нет? Не знаю. Секундочку, сейчас чуть подальше. Дождик поливает, блин, но мы чуть подальше отойдем. Во! В Роттердаме мы с вами гуляем. Сейчас, секунда. Сейчас, сейчас, сейчас. Перехвачу кое-что. Телефончик. Вот она, ратуша. Сейчас покажу, что со всех сторон, ребят. Смотрите. Там ратуша. Здесь вот такие здания и конструкции. Здесь реал, что-то написано, здание какое-то. Так. Тут у нас памятник. Дядя, дядя, старика обнимает, женщина с ребенком. Вот такой памятник. И улицы кафешек, аллеи, какие-то здания. С той стороны вот эта вот ратуша. Сейчас я вам расскажу, что это за ратуша. Секунду. Зачитаю вам, ребят. И это у нас. Здание городского муниципалитета построено недавно, в начале 20-го столетия. Сооружение значительно пострадало во время Второй мировой войны. Но все-таки оно не было полностью разрушено. На ратушную башню был установлен новый коррельон с 48 колоколами. На фасаде располагается статуя покровительницы Роттердама и изваяния, воплощающая национальные черты голландцев упорство, надежность, дух предпринимательства и осторожность. Покровительница Роттердама и изваяния, короче. Так, где это все есть, давайте посмотрим. Покровительница Роттердама и изваяния. Что у нас тут за изваяния? Ну, давайте вот приблизим, посмотрим, что у нас там наверху. Тут вообще-то кто-то там, я не знаю, кто это. Покровитель Роттердама. Так, Делвиш, Карлиос, разные не орнаменты, гербы. Еще гербы. Что на этом здании еще такого исторически важного? Вот какая-то женщина. А, вот мужчина. Еще какая-то женщина. Еще какая-то женщина. Ну вот они, покровители, получается. Вот такое здание. Издалека больше не вижу, что тут в нем такого прям мощного, интересного. Ну, вот так оно выглядит, ребята. Кстати, смотрите. По большому счету находимся мы все с вами также в центре Роттердама, в центральной части, где мы только что с вами были недавно. А вот внизу сейчас заметил еще какое-то изваяние. Давайте сейчас вот здесь вот приближе камеру, почитаем, что там написано. Это тоже важная информация. А вверху я смотрю, там даже леттоисчисление какое-то. Секундочку. Так, сейчас поровнее стану. Вот смотрите, вот какой-то тут герцог или кто-то, не знаю, что-то написано. 1576-й, 1586-й. Джоан, какой-то там Джоан. Вот он. А сверху, сверху, сверху вот такая женщина с Тиат-Лекс. Лекс. Ну, это зашифрованы какие-то символы мощные на самом деле. Ладно, вот так это все выглядит. А, на самом верху-то гляньте, подождите, мы еще там Дева Мария, а он там вышел. Что еще? Секунду. То есть там не Дева Мария, неизвестно кто. Вот еще надпись. И вот здесь вот герб. С драконами. А вот здесь вот золотая женщина. Вот она, наверное, и есть покровительница. А, еще на самом верху, е-мое, тоже надо приблизить, камерку приближать. Давайте на самом верху, что же так пролетел? Самая важная часть обычная вверху. А там вот наверху, смотрите, какой-то ангел еще. С ветвью, с крылышками. В общем, вот такая тема, ребят. Так, я отвлекся, смотрите, хотел вам что дальше рассказать. Сейчас, секунду. У нас получается, что мы находимся в центре. Если взять вот эту вот ратушь, построенную в начале 20 века, и просто вот обойти ее вон с той стороны, вон туда, переулок, и вот за те дома зайти, там и будут те наши кубические здания, тот наш рынок продуктовый, все вот там за ним находится. То есть мы как бы обошли с задней стороны, чтобы кому-то, если захочешь попутешествовать, погулять, все вот эти значимые места, они вообще все скомпонованы рядом. То есть я без велосипеда, без всего. Вот обошел все, ну, за часик, за полтора. Все вот эти достопримечательности, которые есть в интернете. То есть, если забить в Гугле или в Яндексе достопримечательность Роттердам, как раз вот 6 или 7 из них выскочат вот здесь в центре, в том числе и центральная станция железнодорожного вокзала. И все это можно обойти пешком час-полтора. Имейте в виду, для вас полезная информация, для путешественников, кто соберется. Ну, а у меня сейчас цель такая. Я сейчас хочу пойти по прямой еще. Там должен быть вантовый мост интересный. Потом про него тоже расскажу, кое-что, что узнал. И все, уже скоро будем финишировать, ребята. Давайте, все, ждите следующих видео и поехали. Пока!